Ну что ж, мы рады приветствовать всех, кто сегодня нас смотрит, или досмотрит, или будет смотреть. И наша сегодняшняя беседа или обращение к вам как раз-таки предзнаменовано днём, когда весь мир всё-таки обращает внимание на проблемы, связанные со здоровьем нашего сердца и сердечно-сосудистой системы. Мой оппонент зовут вас Виталий. Вот, кстати, вопрос к вам. Виталий, как вы считаете, вот насколько сегодня важно молодым людям знать о сердце? Я думаю, что это очень важно, но мне кажется, что мы все этому теряют должное внимание. Ну, вы сейчас так банально ответили. Я уверен, что вот там 25 или 35 тысяч подписчиков точно сейчас улыбнулись, да, потому что на такой какой-то банальный ответ спросили. Я знаю, что это важно, да. Но многие, кто нас смотрит, точно, наверное, не понимают, почему это важно. И вот в преддверии этого, на мой взгляд, очень правильного дня, когда все пристально обращают своё внимание на здоровье сердца и сосудов, давайте всё-таки постараемся сегодня очень кратко объяснить, что же такое сердце, что такое сосуды, почему сердечно-сосудистые заболевания занимали и занимают первое место в мире по смертности, почему сегодня очень важно обращать внимание на сердце не только, когда тебе уже больше 50, а когда ты уже сознательно начинаешь понимать, что такое здоровье, то есть это 10-15 лет. И, конечно, давайте немножко коснёмся той ситуации, то есть пандемии коронавируса, который охватил весь мир сейчас уже как раз-таки в преддверии или даже в самом разгаре, это самая пятая волна, и сделаем важный акцент, и почему коронавирус тоже вносит в свою лепту формирование заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой. Итак, Виталий, я так понимаю, вы офис-менеджер, работаете каждый день очень тяжело, на стуле. Меня зовут Гременок Николай Валерьевич, я веду программу «Здоровье на Беларуси-1», я врач общей практики, врач-реаниматолог, кардиолог, кардиохирург даже в прошлом. Поэтому сегодня, если будут интерактивные вопросы, конечно, мы будем отвечать на них незамедлительно. Итак, с чего всё начинается? Мы должны с вами понимать, что наше сердце – это тот самый главный орган, заменить который сегодня уже возможно даже у нас в Республике Беларусь. Но вот качество жизни всё равно будет немножечко не такое, если бы вы имели своё собственное сердце. Поэтому наши современные кардиохирурги-трансплантологи сегодня говорят очень золотую фразу – мы научились пересаживать сердце, мы научились сделать так, чтобы человек с пересаженным сердцем жил как со своим сердцем, но всё-таки этот момент лучше всего отсрочить максимально на длительный период. И ведь это очень правильно. Ведь мы прекрасно знаем, что заменяя что-то на то, что нам дала природа, мы не всегда получаем то самое качество, которое имели. И, как говорится, что не имеем – не храним, но потерявши – плачем. Поэтому, Виталий, давайте прямо сейчас будем отвечать на все те вопросы, которые нам прилетели. Какой там самый главный первый вопрос? Ну, на самом деле, поколение 25-25 совершенно ничего не знает о артериальном давлении. Я не считаю, что это действительно проблема более поживых людей. Поэтому вопросы даже самые простые. Как измерять правильное артериальное давление? И как понимать те цифры, которые ты видишь на экране? Вообще, простые вопросы. Вот как измерять артериальное давление? Наши сегодня тинейджеры и молодые люди 25-30, наверное, знают, как измерять все, что угодно, но только не давление. Виталий, вот, кстати, вы когда-нибудь измеряете ваше давление? Ну, вы сейчас, наверное, покоситесь на ваши модные современные часы, которые якобы оснащены суперсовременным тонометром. Я угадал, но, вы знаете, хочу вас немножечко расстроить. Ваши часы, даже суперсовременные, ничего общего с тонометрами Pixolution не имеют. Потому что ваши часы – это всего лишь некий датчик, который помогает получить какую-то, знаете, такую вот простую примитивную информацию. Но вот получив эту информацию, дальше вы должны завести у себя дома тонометр Pixolution и измерять вообще свое собственное артериальное давление именно на профессиональных, полностью автоматических тонометрах. Но для того, чтобы мы с вами перешли к этой очень сложной, как покажется для многих, но в то же самое время, если знаете, незатейливой процедуре, я хочу вас спросить, вот что такое давление? Вы когда-нибудь задумывались? Нет. Виталий, нет? Ну, хорошо, вот давление. Вот что такое давление? Помните физику? Десятый класс. Давление – это хорошо или плохо? Ну, оно должно быть хорошее, должно быть правильно. Вот, замечательно. Как в период отопительного сезона в батареях давление должно быть хорошее, чтобы мы не затопили соседей правильно. Вот, точно так же и в наших сосудах и сердце давление должно быть хорошим. А вот как вы считаете, какое давление хорошее? Ну, на ракетах это, типа, 120 на 80. Как у космонавта? Действительно так, это идеальное давление. 120 на 80 – это то давление, к которому сегодня стремятся все люди, которые точно понимают, что такое здоровье и как сохранить свое здоровье. Потому что это то природное давление, в котором все наши органы и системы работают правильно, как часы. И это именно то давление, которое позволяет нам прожить дольше по сравнению с теми, у кого такого давления нет. Я говорю о более повышенном давлении. Итак, 120 на 80. Нескромный вопрос. А вот вы 120 на 80 знаете из книг, по словам бабушки, дедушки, а сами вы когда-нибудь измеряли давление? Себе нет. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание. Виталию 30 лет, правильно? До 30 лет доживший Виталий никогда у себя не измерил артериального давления. Это хорошо или плохо? Вы сейчас скажете, ну и что, жалобы какие-нибудь были у вас до сегодняшней нашей встречи? Да, вроде нет. Да, вроде нет. И что ж, это действительно та самая рутинная ситуация, когда вот живет, живет человек, жалоб у него никаких нет, все вроде бы хорошо, а потом бах и инфаркт. Заболел короной – бах и тромб. А казалось бы, предвестники были, но мы о них не знали. Но маленькое оправдание Виталию – это то, что действительно болезнь, артериальная гипертензия, называется бесшумным убийцей. Оно действительно наше давление не болит. Поэтому у Виталии вот в этом и есть весь парадокс той ситуации. Сегодня весь мир говорит о давлении, о нормальном давлении, о том, что его нужно контролировать, о том, что в каждом доме должны быть тонометры, такие как пиксолюшн, но никто не измеряет это давление, потому что оно на самом деле не болит. И Виталий это для всех сегодня подтвердили. А зачем? Сердце не болит, правильно? Никаких симптомов нет. Нет. Но вот третье, я сейчас прошу, да, просто симптомы были, но мы на это внимание не обращали. Вот когда-нибудь было такое, вы посидели на вашем стуле у окна, а потом вам надо подняться на пятый этаж. Вы поднимаетесь на пятый этаж, всего три лестничных проема. И стук в ушах. Да. Боль в глазах. Да, в глазах. Да. Сдавленные виски. Да, сдавать, чтобы хоть. Но вы давление не измерили? Нет. А вот это и есть те самые симптомы, которые могут указывать на тот краткосрочный молниеносный подъем артериального давления. И выход в этом случае очень прост. Вы должны всегда иметь автоматический тонометр, вне зависимости, сколько вам лет. Итак, вы уже правильно сказали. Оптимальное давление – это 120 на 80. Свое давление вы никогда не измеряли. Можете прямо сейчас, используя автоматический тонометр Peak Solution, измерить себе артериальное давление. Итак, есть тонометр Peak Solution, есть манжета. Манжета уже изначально производителем придумана таким образом, чтобы вы все-таки постарались не ошибиться. Располагается манжета на предплечье, и причем здесь есть очень, на мой взгляд, полезная и классная фишка, которую придумал производитель для уменьшения частоты неправильности одевания манжеты. Белая полоса с символикой «Окей», причем символика «Окей» направлена таким образом, чтобы вы ее одели правильно, чтобы ее прочитали «Окей». То есть именно в таком положении, видя символику «Окей», вы понимаете, что вы манжету одели правильно. Есть еще очень важный, ключевой момент, на какой высоте зафиксировать манжету. Ведь можно ее натянуть и вот сюда, да? Ведь можно натянуть ее и сюда. Но на самом деле, для более правильного измерения манжета должна находиться на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. То есть где-то вот здесь. Если мы согнули, да, то есть примерно вот здесь. Ну это вот большой указательный палец. Если у кого-то пальчики потоньше, как у милых дам, то вот 2, например, пальца, это будут те самых 2-2,5 сантиметра от локтевого сгиба плюс-минус. А еще очень важно правильно затянуть манжету. То есть степень сдавления манжеты, пока она еще готовится, да, к нагнетанию воздуха. И степень зажатия должна быть такой, чтобы вы не ощущали дискомфорта раз. И второе, чтобы спокойно, но все-таки с таким легким усилием проходил мизинец, да. То есть это то состояние, когда манжета будет при нагнетании воздуха не передавливать дополнительно вам артерию и правильно считывать параметры вашего давления. И еще очень здорово, на мой взгляд, что производитель предусмотрел еще одну фиксирующую точку для правильности наложения манжеты. То есть еще раз мы покажем, да, здесь есть белая линия с буквами в английской транскрипции ОК, да. То есть вы понимаете, если вы их правильно читаете, значит вы правильно наложили манжету. И вторая, буква Ф или кружок с черточкой, да, это как раз-таки то место, которое вам показывает, чтобы ваша манжета была ровно посредине предплечья, да. Потому что в этом месте как раз-таки будет проходить та артерия, с которой будет считываться информация. И здесь находится датчик, который четко сейчас направлен в сторону артерии для правильного считывания информации. И вот помня такие незатейливые правила, вы всегда будете получать точные цифры вашего артериального давления. Итак, мы с вами правильно одели манжету. Что вы дальше будете делать? Правильно. Да, вы должны откинуться назад, сесть удобно, поставить ноги, чтобы они не болтались, не висели, чтобы вы не ставили их на цыпочки, да. Вы должны расслабить вашу брюшную стенку, чтобы не был напряжен пресс, потому что напряжение пресса – раз. Неправильно поставленные ноги – два. Сутулая спина без опоры – три. Если вы покушали, например, позавтракали или пообедали, если вы сделали какие-то физические упражнения, если вы приняли алкоголь или пиво, как сейчас любят тинейджеры, все это увеличивает ваши цифры артериального давления, а значит, искажает правильность измерения. Запомнили это? Еще очень важное правило – это то, чтобы манжета находилась на уровне оси сердца. Это тоже один из критериев, который позволяет очень правильно получать цифры артериального давления при измерении. Хотя профессиональные тонометры, автоматические Peak Solution оснащены всевозможными интегральными микропроцессорами, которые позволяют считать и распознать всевозможные неточности и все-таки привести измерения к какому-то правильному алгоритму, все эти простые рекомендации, о которых мы сказали выше, мы должны соблюдать для того, чтобы получить действительно правильную цифру артериального давления. И сейчас вы своей свободной рукой нажимаете кнопочку старт на умном тонометре Peak Solution, расслабляетесь и ждете. Еще что мне хочется сказать. Никто почему-то не хочет учитывать тот факт, что на самом деле подростки-мальчики и подростки-девочки имеют так называемый пубертатный период. Тот период, когда гормоны будущего дяди или будущей женщины активно бушуют. Это нужно для того, чтобы мальчики и девочки сформировались по своему эволюционному заданию или поручению природы. Так вот в этот самый период от 10 до 18 лет очень высок риск артериальной гипертензии у подростков. И как раз таки эта артериальная гипертензия связана с теми самыми системными гормональными перестройками. Вот почему измерять цифры давления нужно, как я уже сказал, сознательного возраста. То есть мамы и папы, бабушки и дедушки, тинейджеры и не тинейджеры. Если у вас есть маленькие братья, сестры, если у вас есть свои дети, которым уже 10-12 лет, пожалуйста, заведите дома тонометр и начните интересоваться цифрами артериального давления. Потому что дальше есть очень интересная история. Если тинейджер, подросток вот так вот доживает до 18-20 лет со своей подростковой гипертензией, и мы об этом ничего не знали, медицина не вмешалась, не было никаких консультаций и коррекций, то в дальнейшем есть очень жесткие цифры. Дети, которые остались и перешли пубертатный период с артериальной гипертензией, у них в 2,5-2,9 раз уже увеличивается риск дальнейшего течения артериальной гипертензии. И, конечно же, нам вся эта история с вами не очень интересна, потому что мы хотим прожить долгую и счастливую жизнь, и современная медицина, и те устройства, которые сегодня уже есть в современной медицине, позволяют это очень хорошо сделать. Кстати, у Виталия давление 135 на 80, и пульс у него 80 ударов в минуту. То есть, что мы можем видеть сегодня на современном тонометре? Вы, наверное, слышали, 130 – это верхнее давление, да? Вот как вы понимаете, что такое верхнее давление? Ну, нет, это не верхнее, допустим, но... Да, но это мы утрируем так, да? То есть, это систолическое давление, то есть, это в тот процесс, когда сердце наше сократилось и выкинуло всю кровь в наши органы и системы, да? И вот этот момент выброса максимального тока крови и есть верхнее или систолическое артериальное давление. Ну, как вы сами и озвучили, вы, я так понял, уже стремитесь к 120 на 80, у вас 135, немножечко повышенное. То есть, собственно, сегодня можно сказать, что у вас уже наблюдается тенденция к повышению артериального давления. Хотя, сегодня я не в белом халате, есть ещё один, третий фактор, который может влиять у подростков на увеличение артериального давления. Это так называемый синдром белого халата. Вот ощущали такую паническую дрожь, когда вы приходите в поликлинику и видите дядю или тётю в белом халате, в маске, и которая сейчас вам что-то будет делать или измерять давление, или какие-то провода накладывать, да? Так вот это вот и есть. В этот самый период иногда мы очень часто пугаемся, а вообще мы в последнее время очень запуганы, особенно если почитать сегодня соцсети, особенно на ночь, да, там тоже много всего можно испугаться. И вот вы такой испуганный приходите в поликлинику, где дядя или тётя в белом халате и в маске что-то хочет с вами сделать, и у вас повышается давление. Так вот помните, что такая ситуация, если ваш ребёнок или если вы сами приходите в поликлинику и всегда цифры артериального давления высокие, пожалуйста, не пугайтесь этому, да, это может быть гипертензия белого халата. Самое интересное, что как только вы выйдете из кабинета, посидите перед кабинетом, и если в эту самую минуту вам измерят тем же самым тонометром давление, то ваши цифры уже будут нормальными, да, поэтому мамы, папы, бабушки и дедушки, тинейджеры и не тинейджеры, запомните, что ещё одна ситуация, когда давление может повышаться в тот самый момент, когда вы этого не ждали, это может быть гипертензия белого халата. Как её лечить? Очень просто. Выйти из кабинета, да, посидеть, отдохнуть, туда принести тонометр, например, пик-солюшн, и измерить цифры своего давления. И, о боже, я излечился, да, встань и иди, здоровый человек. Так вот правильно, если мы возвращаемся к тем цифрам, которые мы видим на тонометре, верхнее это систолическое, в то время, когда сердце сократило и выкинуло кровь, нижнее давление, как его ещё зовут, многие вызывают почечным, да, что тоже неправильно. Это диастолическое давление. Это тогда, когда сердце расслабляется, и вся кровь фенозная, да, уже отработанная, притекает опять-таки в правое отделы сердца для того, чтобы потом попасть в лёгкие, обогатиться и опять выброситься к нашим органам и системам, потому что нам всем нужен кислород. Вот пульс, 80 ударов в минуту, это нормальная вариабельность пульса, да, то есть от 54-56 до 85, это тот нормальный диапазон пульса, который может быть у любого обычного здорового человека. Но сегодня мы подчеркнули, что вы не уделяете должного внимания физическим активностям, да, и поэтому, как вы отметили, когда мы с вами до съёмок, и поэтому, как вы уже сами сказали, и мы это проверили поочию до съёмок, вы поднялись, почувствовали стук в ушах и висках, мы измерили цифры давления, это не войдёт в наш сюжет, но я вам расскажу. Давление было 169 на 96, то есть это как раз-таки та самая картина, когда мы забываем о ежедневной физической активности, мы детренируем нашу сердечно-сосудистую систему, а ведь природа-мать нас родила всегда в борьбе и выживании, и в движении. Наши предки бегали за мамонтом 24 часа, а ещё бегали за дровами, чтобы поддержать огнище, правильно? Сегодня нам ничего не надо делать, сегодня самая золотая эра бездействия, самая золотая эра утопий и детренированности, поэтому вот такие реакции, которые вы сегодня на себе ощутили, это как раз-таки та самая ситуация, когда вы пренебрегаете 35-минутными физическими упражнениями каждый день, хотя бы 35 минут легкого бега или быстрой ходьбы, 10 тысяч шагов, или элементарно отжимания, пресс, приседания, то есть вы для себя можете подобрать ту самую физическую активность, которая была бы вам и интересна, и ту самую физическую активность, которую бы вы смогли поддерживать на протяжении каждого дня. И эти 35 минут дополнительной работы и сердца, и ваших мышц уменьшат риск развития и артериальной гипертензии, самое главное, и уменьшат риск наступления неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений. Это точно доказано. Поэтому те цифры, 10 тысяч шагов, это не какой-то здоровый человек, поклонник ЗОЖа, сегодня кричит из своих инстаграм и блогов о том, что вот 10 тысяч, 10 тысяч, нет. Это то минимальное количество шагов, которое дает нам ту минимальную физическую активность, которая уже точно проверена учеными, физиологами и кардиологами, позволяет замедлить развитие неблагоприятных инцидентов. И сердце – это ведь мышца. Мало того, что она работает каждый день, но ее тоже нужно тренировать. Не перетренировать, но тренировать. Но, вы, пожалуйста, меня извините, дорогие друзья, но есть еще один бич 21 века, уже скоро 22. Каждый четвертый ребенок и тинейджер имеет ожирение. Виталий, вот индекс массы тела. Вы когда-нибудь обращали внимание на ваш индекс массы тела? Не обращали? Никогда не обращали? Нет. Хорошо. А вот скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь измеряли уровень холестерина в крови, в биохимическом анализе крови? Не измерял, Виталий. Но сегодня лабораторная инструментальная диагностика настолько далеко продвинулась, что это можно сделать абсолютно просто. Я сегодня рекомендую, если вам 20-до бесконечности лет, пожалуйста, хотя бы раз в год делайте биохимический анализ крови для того, чтобы получить простые показатели вашего здоровья. То есть, там вы можете получить, все ли у вас хорошо с белком. Белок – это строительный материал. Там вы можете получить информацию, все ли у вас хорошо с железом, а это кислород. И там вы можете узнать о ваших липидах, о холестерине. Вы знаете, есть плохой и хороший холестерин. Плохой холестерин, кстати, вы слышали вот эту фразу? Что такое плохой холестерин? Про хорошее давление мы уже с вами определились, а вот про плохой холестерин, наверное, нет. Даже не представляете. Так вот, если вы сделаете биохимический анализ крови с липидной фракцией, так это называется, с расширенными показателями липидных фракций. То есть, это те жиры, которые присутствуют у нас в крови. Они, в принципе, все хорошие. Но когда определенных вот этих самых липопротеинов очень низкой плотности, и триглицериды становится много, они как раз-таки могут откладываться на стенках наших сосудов. И если, например, мы с вами не уделяем должному вниманию физическим активностям, если мы не знаем цифры своего давления, если у наших близких есть факторы риска, то эти самые вначале хорошие жиры, которые, ну их природа придумала, они в большом количестве уже начинают быть нехорошими. Ну так в жизни всегда, правильно? Все, что занадто, то нездраво, правильно? Точно так же и здесь. И получается, что если мы не обращаем внимания и на этот показатель, то они откладываются на наших сосудах и приводят к атеросклерозу. А атеросклероз, он точно так же вначале бессимптомный, а потом бах, инфаркт, бах, инсульт, бах и смерть. Поэтому биохимический анализ крови сегодня точно так же доступен, как и ПИК Солюшн в домашних условиях, да? И это те базовые показатели, которые вы можете контролировать сами. И тут не надо издеваться над врачами, не надо ходить и теребить поликлиники, не надо ничего просить от врачей. Врачи созданы для того, чтобы помогать, когда вы сами не можете справиться. Но если мы сегодня говорим о базовых принципах здорового образа жизни, то не доктор виноват, что Виталий, например, приходя на работу, сидит тут 12 часов, не двигается. Конечно же, имеет первый завтрак, второй завтрак, потом обед, потом после обеда, наверное, полдник, да? Приходя домой точно так же, третий полдник, потом четвертый, пятый ужин и перед сном еще что-нибудь, правильно? Никто в этом не виноват, да? Мы сами с вами виноваты за свое здоровье. И мы сами с вами виноваты за то, что с нами произойдет. И ведь есть даже такие данные и статистика, что наше здоровье от нас самих зависит, да? Прости, на 90%. Вклад в медицину только 4%. Все остальное – внешние факторы, окружающая среда и так далее, да? А ведь самый главный инструмент своего счастья – это мы сами. Итак, я не случайно обратил внимание на высокий уровень холестерина, потому что вижу, что у вас есть немножко мышцы, да? Немножечко мышцы, как говорил мой папа, все, что выше живота – это мышцы. Но это, кстати, тоже очень неблагоприятный фактор риска, который, Виталий, пока вы молодой, это хорошо, это симпатично, красиво, но потом, если вы упустите определенный момент и период, это уже будет все превращено в висцеральный жир. А висцеральный жир у мужчин, эти самые пивные животики, вроде бы мужчина стройный и худенький, но вот такой, знаете, как на пятом сроке беременности, да? Это все висцеральный жир. Это бурый жир, который вообще очень трудно спалить и убрать, но этот бурый жир как раз-таки является источником того самого вредного, плохого холестерина. А если мы говорим о мужчинах, а мужчины, к сожалению, сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают чаще, до 55-60 лет, чем женщины, да, то для нас с вами, Виталий, это фактор риска. Поэтому, итак, измерение давления, мы знаем, какие цифры должны быть, физическая активность, то есть тренировать нужно себя, и третье, это знание еще одного очень важного показателя, биохимический анализ крови, который даст нам приблизительную картину в состоянии наших органов и систем. Виталий, по поводу ковида. Мы просим прощения, что мы, конечно, ведем вот эту нашу интерактивную беседу без массы, ну, потому что так, наверное, красивее, так лучше и для вас, но на самом деле мы все в масках. И вот по поводу ковида. Итак, Виталий, вот насколько вы представляете опасность ковида, пандемии, коронавирусной инфекции? Вот тоже как представитель молодого поколения. Ну, ведь море поколения, ну, что там говорят? Ну, вирус обычный ОРВИ. Смешно, правильно, смешно. Именно поэтому сегодня мы у нас в Республике Беларусь в магазинах, в ресторанах, на улицах, в автобусах всех можем видеть без масок. Потому что смешно, да? Ну и что там? Ну и что там говорят? Ну и что там? А на самом деле вы вообще отдаёте себе что-то, что такое коронавирусная инфекция? Не полностью, наверное. Не полностью. Среди ваших близких были какие-то инциденты? Среди ваших близких были какие-то инциденты? Да, были. Серьёзные? Ну, без летальных исходов, но... Слава богу, без летальных исходов. Но вся банальность коронавирусной инфекции мы не знаем в каком мы проценте. И мы не знаем, попадём ли в этот раз, мы в это число летальных исходов или не попадём. Поэтому, на самом деле, коронавирусная инфекция хоть и известна давно, и действительно можно смеяться, но вот та форма COVID-19, которая и вызывает все осложнения, которые мы с вами видим, это непростая форма вируса. Это очень опасно и сложно. И если поначалу все думали, что всё заканчивается только пневмонией, сегодня все специалисты современной медицины говорят, что пациенты, переболевшие COVID-19, имеют кучу уже поствирусных осложнений, связанных с поражением нервной системы, связанных с поражением сердечно-сосудистой системы. И, наверное, ни для кого не секрет, что вы слышите ту простую банальную историю. Заболел коронавирусной инфекцией, почему-то вдруг нужно пить препараты, разжижающие кровь, антиагреганты, да? А не почему-то, а нужно пить. Потому что, оказывается, коронавирусная инфекция как раз-таки и влияет на нашу систему свёртываемости. Она поражает эндотелии сосудов и запускает процесс тромбообразования. И почему сегодня говорят о том, что пациенты, имеющие или люди, страдающие сопутствующими заболеваниями, такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, инфаркты, инсульты, высокий уровень холестерина в анамнезе, более подвержены тяжёлому течению, да? Да потому что мы сами ответили. Если у нас всё хорошо в трубах, мы начали, да, что такое давление, то, скорее всего, эти трубы целые, нету никаких там дефектов, правильно? И вот эти вот процессы свёртывания на фоне болезни, ну, конечно, мы будем принимать антиагреганты и лечиться по протоколам, они не настолько патологичны, чтобы действительно привести к какому-то серьёзному осложнению. А вот представьте человека, у которого 10 лет сахарный диабет. А мы знаем, что сахарный диабет, он это изъязляет, он как серная кислота, да, разрушает наши артерии изнутри, он поражает нервы, он поражает нервы. И тут приходит коронавирус, который ещё сам по себе поражает эти артерии. Представляете? И, конечно, у этих людей вероятность наступления осложнений во много-во много раз больше. Поэтому коронавирусная инфекция – это очень серьёзно. Она влияет на сердечно-сосудистую систему. Поэтому самый простой метод. Предупреждён, значит, вооружён. Знать цифры своего давления, контролировать цифры своего давления. И даже если вы переболели коронавирусной инфекцией, очень частым осложнением у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, как раз-таки возникающая вдруг спонтанно артериальная гипертензия. Потому что, я ещё раз подчеркну, коронавирус – очень сложная инфекция. Она влияет на все органы и системы, в том числе и на сердечно-сосудистую. И сегодня врачи-кардиологи точно знают и точно видят, что большая масса пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, уже после выздоровления начинают отмечать то, что у них вдруг спонтанно возникают боли в сердце. Вдруг становится высокое давление. Или вдруг начинает патологически прыгать давление, которое в норме было на протяжении всей жизни. И вот не это ли повод, Виталий, завести дома тонометр, автоматический, пик-солюшн, например, и измерять свои цифры давления? Да, это повод. То есть, во-первых, для того, чтобы быть предупрежденным, а во-вторых, как мы сказали, да просто для того, чтобы знать. Ведь мы живем в эру уже космических технологий, когда научно-техническая революция шагнула действительно далеко вперед. Даже у вас, Виталий, в часах уже практически электронный тонометр, но мы не знаем своих параметров. Мы знаем, как работает все другое, но мы не знаем, как работаем мы сами. И мы все-таки должны в эпоху вот этой захламленности, в эпоху тогда, когда нас все-таки заставляют не двигаться, мы должны все-таки сделать очень важный выбор, обратить свой взор на себя, начинать изучать себя. И самое главное, начинать бережно относиться к себе, как к целому организму, психическому и физическому. Потому что повоз – это, собственно, и есть здоровье.